Северская центральная районная библиотека присоединилась к акции «Пушкинский день в России». 6 июня, в день рождения солнца русской литературы, вся страна вспоминает его жизнь и творчество. Известен этот праздник и как День русского языка. Произведения великого поэта объединяют людей всех возрастов и, несмотря на сложность и многогранность, переводятся на десятки языков мира. Сотрудники района библиотеки подготовили для участников акции интересную и разнообразную программу, связанную с именем Пушкина. Все любители литературы, чтения собираются в библиотеке и изучают, вспоминают творчество великого поэта, читают стихи, участвуют в викторине по произведениям Александра Сергеевича Пушкина, проявляют себя в различных конкурсах. Кому как не студентам Краснодарского краевого колледжа культуры, в особенности с отделения библиотековедения, знакомо творчество поэта. Разгадать кроссворд труда не составило, постарались коллективно, а вот викторина оказалась сложной, несмотря на то, что с произведениями Пушкина российские дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы и сказок прочно вошли в нашу жизнь. Но какая из красавиц не вопрошала, хоть раз проходя мимо зеркала, яль на свете всех милее. А вот любимые слова «Золотого петушка» из сказки о царе Додоне смог вспомнить только Кирилл Стротский. Кирилл оказался главным знатоком творчества Пушкина. Хотя любимые писатели Кирилла Достоевские, братья Стругацкие, а из совсем современных Дмитрий Глуховский, Пушкин для него стоит на отдельном пьедестале. Пушкин – это лицо России, это собирательный образ России. В нем и в его творчестве отражена вся русская душа. Мнение однокурсника разделяет и Альберт Мусаэлян, тоже любящий книги и русскую литературу. «Хочу присоединиться к словам Кирилла, что это достояние России, это ассоциация, олицетворение всей нашей страны. Например, любого иностранца спросить, кого он знает из российских писателей, классиков, все скажут, что это Пушкин». Во время мероприятия грамотами отметили всех, кто принимал участие в прошедшей всероссийской акции «Библия ночь». И почему взрослые решили, что современная молодежь не любит читать. Молодые люди Северского района вполне достойны нести знамя самой читающей страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА